В составе словаков мяч забил Роберт Баженник, 32, у словенцев отличился Петар Стоянович, 42. В других встречах группы Н сборная Мальты на своем поле крупно обыграла команду Кипра, 3-0, сборная России сыграла в ничью с командой Хорватии, 0-0. После четырех туров турнирную таблицу группы возглавляет сборная Хорватии, 7 очков, команда России также набрала 7 очков, но уступает Хорватам по дополнительным показателям. Далее идут Словаки, 6, Словенцы, 4, Мальтийцы, 4, и Киприоты, 4. В матчах группа сборная Португалии на своем поле обыграла команду Ирландии, 2-1. В составе хозяев на 15-й минуте матча Криштиану Роналду не реализовал пенальти, он же на 89-й минуте сравнял счет, а в компенсированное время оформил дубль. В другой встрече группа сборная Люксембурга дома обыграла команду Азербайджана со счетом 2-1. Турнирную таблицу возглавляют португальцы, 10 очков, далее идут команды Сербии, 7, Люксембурга, 6, Ирландии. И Азербайджана, 0. В группе Д сборная Франции на выезде сыграла в ничью с командой Боснии и Герцеговины, 1-1, а украинцы, с казахстанцами, 2-2. Первое место занимает сборная Франции, 8 очков, далее идут команды Украины, 4, Финляндии, 2, Боснии и Герцеговины, 2, и Казахстана, 2. Сборная Турции сыграла в ничью с командой Черногории, 2-2, в матче группы Г. Команды Норвегии и Нидерландов также не выявили победителя, 1-1, латвийские футболисты со счетом 3-1 переиграли сборную Гибралтара. В турнирной таблице первое место занимает команда Турции, 8 очков, далее идут сборные Нидерландов, 7, Черногории, 7, Норвегии, 7, Латвии, 4, и Гибралтара, 0. Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В финальную часть турнира выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах. Команды, финишировавшие на вторых местах, поборются за путевку в Катар в стыковых матчах.